Качество и доступность медицинской помощи населению в отдалённых от крупных населённых пунктов деревень – вопрос острый и стоящий на контроле не только у местной власти, но и у президента нашей страны. Основная цель нынешней инспекции – проверка качества, проведённая модернизацией семи сельских ФАПов и амбулаторий. Хочу сделать хорошо – сделай сам. Сегодня так сложилось, что система районного здравоохранения подчиняется горздравоотделу нашему. Поэтому то, что происходит в городе, понятно, там ближе и, наверное, доступнее. Что касается сельских жителей, сегодня и требования главы государства, и понимание того, что жители на селе ничем не хуже горожан должны получать такие же услуги. Поэтому пристальное внимание с моей стороны, посмотреть воочию, что мы сделали за практически непродолжительный период времени, навели порядок, где он должен был быть. И сегодня в плане инспекции самоконтроля со своей стороны посмотреть, насколько же выполнены и реализованы те мероприятия, которые мы себе запланировали ещё летом. Поэтому сегодня, как это говорят, утят по осени, считаю, и решили посмотреть, насколько нам удалось преобразить и поменять тот быт, который сегодня требовал уже обновления. Первая остановка председателя горисполкома в деревне Прилуки. Население в практически 600 человек обслуживается одним ФАПом, который требовал срочной модернизации. Ведь именно здесь местные жители получают срочную медицинскую помощь, а также проходят диспансеризацию. В уютном домике обновили полы и стены, завезли новую мебель, а также лекарственные препараты. На улице переложили плитку и сделали пандусы. Вот-вот придут новые стулья, а также компьютер. Работаю на этом ФАПе с 1996 года, это уже 28-й год. Люблю эту работу, люблю это население. Население, надеюсь, тоже удовлетворено качеством моей работы. Хочу сказать, что 2023 год, год мира и созидания, завершается вот таким результатом созидательного труда работников Брестского управления механизацией. Хочу передать им благодарность за их труд. В ходе проделанных ремонтных работ заменили тротуарную плитку полностью, весь двор, плитку пандуса, теперь не скользко. Сделали козырек над входной дверью, покрасили здание и сарай, парапет сараю сделали, установили новый евро-деревянный туалет. Ну и внутри входная группа коридор, сделали косметический ремонт и кабинет приема фельдшера, косметический ремонт провели. Дальше маршрут лежал в деревне Устрадичи, а именно в выворощенную амбулаторию. Здесь также был проделан косметический ремонт и заменена мебель. Ремонт делали, как говорится, всем миром. В чем-то помогла городская администрация, в чем-то местные жители. Где мы стоим в коридоре, вот отремонтировали. Снаружи входная группа, запасной выход, вход в кочегарку, дорожки отремонтированы. Вернее, не то, что отремонтированы, они новые положены, плитка. Вот, планируется, скажем, реконструкция бывшей квартиры в помещение лаборатории, чего нам очень не хватает. Очень много было сделано. Полностью была реконструкция пола. Сняли все полностью, засыпали, забетонировали, стяжечку сделали, положили плитку. Очень хорошо нам в прихожей, как бы, в коридорчике и один, и второй сделали. Вообще красота у нас там была, конечно, не очень уютно, потому что перепад температуры все время все что-то сыпалось. А теперь у нас такая красота. Подарили нам ролеты. Поэтому мы так цивильно выглядим. Мы такие уютные, добрые, хорошие. И пациентам здесь приятно, и нам хорошо. Поэтому мы так и работаем. Всего в течение рабочего дня Сергей Лободинский посетил 7 сельских медицинских учреждений. И по каждому из них в дальнейшем несет свои коррективы. Сегодня мы посетим, так скажем, почти 7. Посмотрим в этом направлении, посмотрим дальнейшие пути движения. Сегодня у нас есть амбулатории, которые требуют еще, так скажем, обновления и реновации. Поэтому сегодня посетим. Вот Лыщица для себя наметил в первую очередь то, что в ближайшей перспективе мы, наверное, приступим, так скажем, к ее обновлению. Кое-где сегодня, вот вы тоже вместе со мной посмотрите, меняем все и по мебели, и по оборудованию. Сегодня отработана система аптек до доставки медикаментов, которые требуют сегодня наше население и население для того, чтобы объективно и удобно было не добираться в город, на месте получить те первые, так скажем, для помощи медикаменты, которые нужны для наших людей. Устранение выявленных недостатков и повышение качества работы ФАПов способствует созданию здоровой и безопасной среды для всех жителей. И эта работа, несомненно, будет продолжена. Василина Буцкевич, Андрей Щерба, Александр Макаревич, Новости Бреста.